Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио Комсомольская правда. Я слушаю Комсомольскую правду и тебе рекомендую. Отдельная тема. Семь часов три минуты. Всех приветствуем сегодня в студии Роман Сухих, Саша Цариков. Да, вместо Павла. Да, Павел, в общем, отдыхает. Угу. Берег турецкий или какой у него очередной какой-нибудь? Нет, российский. Российский. А, патриотический. Да, наши берега. Хотя, с другой стороны, смотришь, там на берегах наших тоже что-то неприятное. Порой происходит, там пожар какие-то бушуют в районе Абрау-Дюрсо. Да, видел. Как мы без шампусика? Минздрав предупреждает. Да, напомню, друзья, телефон, они работают. 38509-23, звонки, сообщение в WhatsApp, плюс семь, 953-38509-23. Ну и, я так полагаю, сразу же, чтобы далеко-то не ходить. Да, наверняка пишут уже. Да, конечно, Евгений вот там написал, что плюс 13 за окном в Заречном, это было в 6 утра. Такой мини-прогноз погоды. И, Константин, большое количество сообщений. Вот, последнее прочитаю о недавнем дожде. Терпеть не могу, уж нету сил. Я долго Бога тут просил, чтобы охладил пожар, всех в лесах остановил. Услышал Бог, послал он дождь, нас освежил, вернул Урал и лес полил. Сейчас в Ваятие... Вот, и в это время отвлекся от Краснодарского края. Видите, что творится, Константин? Да, есть такое. Атмосферное давление стабильно низкое, можно ждать что угодно. Прохладно, для работы это хорошо, для бега, для рыбалки тоже. А рыбка бегает и клюет милая. Милая. Ну, кстати, еще про милая. Тут начали предлагать сделать экзембуржцам татуировки с Орловым, мэром Экзембурга, и Куйвышевым, губернатором Свердловской области. Но не постоянные, а временные наклеечки такие. Хнои, что ли? Не-не-не, прямо переводки. А, переводки. Вот, помнишь о вкладышах раньше было? Да, конечно, я до сих пор вот татуировал. В них. Это оказалось не временно. Так что можно приобрести такой прямо стикер-пак есть с татуировками переводными. Между губерами и мэром? Ну, практически, там что входит в набор? Во-первых, бюстовое изображение того и другого. Во-вторых, флаг России. В-третьих, скайлайн Екатеринбурга с цирком, с башней уже ныне снесенной телевизионной. Как бы намекаешь, что это все из-за вас. И надпись, что, типа, люблю Екатеринбург. Форево. Ну, я думаю, что у тебя под куполом хорошо будет смотреться что-то другое. Танцующий бразильскую мамбу. Например. Кому что нравится, может быть, черную мамбу. Не знаю, ты будь мэрой или губернатором все-таки, если пришлось выбирать. С вилкой в глаз или, ну, выбирай, кого. Кого поставить. А можно бывшего мэра? А, так. Со звездочкой. Со звездочкой потом и на агент просто. Да можно любого мэра. Вот хорошо, тогда его выбираем. Хоть Пенсильвании, хоть кого. Ладно, окей. Что еще у нас происходит прямо к летним новостям? Потому что, как вы понимаете, вот эти татуировки появились как раз на летних местах. Ексейденбурга, на прогулочных зонах, на плотинке, где, ну, как говорят у нас, маленький геленджик открывается каждый сезон летний. Вот. Еще люди стали торговать вот на этих же самых местах еще и черничкой. Появилась ягода. Да. Так она в лесах появилась. В лесах появилась, а люди стали вот с ведрышками в города приезжать и вдоль дороги стоять. Собирают и очень, говорят, хорошо. О, в районе Переварльска ее просто так много, что хоть камазами вывози. Черника на солнечных местах уже съедобная. Даже встречаются сморщенные от солнца. Сморщенная черника? От солнца. Естественно. Ну, это фотостарение так называемое, знаешь. Знаешь, что это такое? Да, я в зеркало смотрюсь ежедневно. Знаю, что такое фотостарение. Ну, урожай, ну, пошла черника. Урожай хороший. Черничные места, естественно, свои никто нам не расскажет. Или расскажет, я не знаю, может быть. Может быть, здесь щедрые люди. На WhatsApp или на телефон тоже работает. Да, как у вас с урожаем? Меня вчера поразило вот в магазинах овощи, фрукты. Так. Там нам вчера предложили небольшую, две горсточки малины за 980 рублей. Это кто вам предложил? Человек какой-то стоялся. Ну, вот это вот. С руками полными малины. Вот я тоже удивился, что мы три пакета набрали за тысячу, и в конце дай-ка, я думаю, малинки еще возьмем. Вот 200 рублей 100 грамм. Вот такая чарочка небольшая, пожалуйста, на 980. Спасибо, мы как-нибудь сами. Перетопчемся. Да, без малины. Слушай, я в своих старых дворах высаживал малинку, так что, в принципе, можно приехать, собрать без проблем. Да, я сам знаю, на Укту 700 на входе малинник, так называемый. В гаражах. Врываешься? Правда, в гаражах находится. Ну, она удобрена, значит, получается. Да, она нормальная малина. Я всегда там после пробежки ел, как медведь на пацан заходил, малиненький ел. То есть, очень интересный вид спорта. Да. Ну, надо восполнять. Правильно, правильно. Ну, да, кроме черники еще и грибочки, лисички тоже хороши. Об этом пишут в группе Дары Лесов Урала, грибы Екатеринбурга и области. Так что, прямо, функционатища началась. И, кстати, я заметил, что многие-многие-многие кафешки, ресторанчики Екатеринбурга тоже включили лисички в свое меню. Это вкусно. Ну, потому что старожилы говорят, что в них редко черви заводятся. В старожилах? Да не в старожилах, а в лисичках. То есть, такие, ну, грибы, которые приготовить хорошо и все. И просто. Угу. Даже десерт из лисичек я ел. Да, вот, Александр, что вы только не ели. Это правда. Это правда. Неудивительно совершенно. Это правда. Итак, ладно, к другим давайте новостям тоже переберемся. Поскольку у нас не только ягодами богат Урал. Но и рыбой. Но и рыбой. Вот начали писать про самые популярные и самые рыбные места Свердловской области. Екатеринбург занимает 13-е место среди городов-миллионников России, где Россия интересуется рыбалкой. Угу. И есть и платная рыбалка, между прочим. Меня удивило, что в Новоуральске, Мариинске, Курганово, Заречном Слободе. Ты ни разу не ездил на такие зарыбленные места, которые, ну, в общем, не естественным образом... Чтобы я платил за рыбу... За рыбу. Да не в жизнь. Ну, что ты приходишь, там точно будет рыба. Я всегда найду карася своего. Малька в любой луже. Ну, нет, ну, потому что хочешь нормального размера рыбу, чтобы приготовить. Ну, нет, нет, такого у меня не было опыта. Потому что я по зимней рыбалке так ездил на озерца, которые как раз-таки специально зарыбливают. Ну, приятно. То есть ловишь и точно поймаешь. В этом что-то есть. А в чем интерес тогда рыбалки? Ну, в смысле? Ну, там рыба точно есть. Как-то вот ты приходишь в клуб и точно познакомишься с кем-то и уедешь. Даже неинтересно. Ну, в смысле? Ну, в смысле, надо завоевать рыбу. Это просто как-то на классе, как это называется, отыгрываешь. На классе. Тут с рыбалкой это же самое. На классе и на ценнике. Между прочим, ценник размещения в платном водоеме Новоуральска около 1907. Ну, 2000 практически за ночь. Да. Почему около? Вот, это тысяча, 970 точно, 2000 за ночь. Мариинске 10 тысяч. Обалдеть. Ну, там, видимо, еще какие-то бонусы. Там есть, насколько я понимаю, как бы восстановленные старинные избы, в которых ты можешь остановиться. Я думаю, говорящая щука, как минимум, за десяточку. Превращающая себя в красавицу. Василису. Ну, это... Нет? Это еще, наверное, будет дороже. Я тут не готов переплачивать за Василису. А вот такая рыбалка тебе интересна? Рипус или какая? Хариус. Я больше за Хариусом. Ладно, хорошо. Ну, и места. Места тоже есть. И меня, знаешь, что удивило? Вот тут перечисляются самые рыбные места Свердловской области. Это Тавда, Тура, Ирбитка, Ницца, Лозива, Сосьва. В общем... Ну, Сосьва-то понятно. Почему там та самая знаменитая сосевинская селедка водится? Угу. Не пробовал? Она уже соленая? Это просто взрыв башни. Это невероятно вкусно. Слушай, ее Петр Алексеевич любил. А потом Усюф Виссарионович. Угу. Вот такая. Отлично. Отлично. Понимаешь, как бы... Ну, то есть люди-то разбирались везде. Ну, тогда все в Сосьва. Там, кстати, ограничения на вылов есть по этой рыбе. Сосьва, Лозева и Тавда нам вот сообщение прислали. Там лучшие места для рыбалки. Лучшие места. Так и есть. Ничего не меняется в этом смысле. Абсолютно. Так. Сергей пишет. Доброе утро. Смородины в этом году не жду. А клубники сейчас просто капец как много. О, да. Привет из Басик. Да, спасибо большое, кстати, наш слушатель, который вначале всегда ставит, во-первых, бассейн у себя на участке, а во-вторых, да, у него прям плантация. Кстати, и другие мои знакомые тоже отзываются, у кого клубничные поля есть, что в этом сезоне просто невероятный урожай. Ну, жаришка такая была для клубники, это прям хорошо. Тогда и должна другая ягода пойти. Ну, нету. С малинкой как-то плохо. Что-то подсыхают у них веточки, поэтому, видимо, слишком жарко. Ну, для малинки, да. Так что, видимо... Но земляничные места, опять земляничные поляны. У нас во дворе, кстати, высадили землянику. Да. Представляешь. Дети сначала думали пластик, не ели, ели взрослые. Ну, нормально. А потом дети поняли, что, в общем, можно, и начали все сгребать. Ну, ваши элитные ЖК могут себе позволить. Послушай, в любом можно доме высадить, будет расти. У нас как-то раз вот на широкой речке подсолнухи вдруг поперли ни с того ни с сего. Ну, не знаю. На второчке попробуй вот высади что-нибудь. Попробуй. 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 Это был я в тех дворах, попробуй. Можно и получить, да? Угу. Не земляники. Так, что у нас еще? Опрессовочки нам обещают. ЕТК. Гидравлические испытания. Новые. Новенькие. Они же старенькие, хорошо забытые. Кстати, поскольку опрессовки сразу в голове возникает образ, что вот и парорывы, отключение водоснабжения, остались другие слова. Гидравлические испытания теперь. Говорят так. Как будто бы без контекста, получается, того самого. Без контекста. И даже, я тебе больше скажу, без отключения воды. Даже так. Окей, хорошо. Это всегда так говорят, а я всегда... На самом деле отключаюсь. ТСЖ отключают, одни не отключают, вторые отключают. От греха подальше, так говорят. Так, ближайшие отключения у нас 15-го, то бишь сегодня, 16-го, 17-го и 18-го. Причем 23.00 до 6 утра. Угу, ночная опрессовка. Да, то есть, по идее, как бы в это время люди не купаются, но кто-то пользуется стиральными машинами, поэтому аккуратнее, друзья, в общем, если у вас объявление подобное появилось о гидроиспытаниях, все-таки на ночную стирку не ставьте экономию, используясь ночным тарифом. Не делайте так. Может для машины плохо закончиться. Хорошо. Благодаря УГМК на севере области без действия властей в СОСВИ скоро рыбы не останется, Андрей Серова говорит. То есть, настолько там все, да, жестко. Потому что я читал, что есть проблемы на севере области как раз в связи с тем, что некоторые промышленные предприятия как будто бы забывают, что вообще-то необходимо очищать то, что ты выпускаешь из своих внутренностей. Ну да. К сожалению, я так понимаю, что проблема с водой становится с каждым годом все актуальнее. Про Свердловскую область я вообще молчу. Ни одного разрешенного для купания места, несмотря на то, что триатлонные соревнования прошли вчера в нашем городе. Вот это интересно. Да, кстати, вчера, как ты знаешь, люди катались на велосипедах, бегали и плавали в Иссети. А, я вот видел на картах, что все было перекрыто, даже не поехал в центр, а там, оказывается, спортсмены. А мы вчера на велосипедах катались, но не по спортивному объекту. А, было хорошо. Те самые. Ну, другими словами, на плотинке полноценные соревнования. Нам же сказали, спортсмены в гидрокостюмах, во-первых, во-вторых, хорошо подготовлены. И что, их ротовирус не берет? Не берет. Их глисты всякие, не берут? Да нет, быстрота и скорость реакции. И что, они будут выплевывать быстро в воду? Ну, там целый перечень рекомендаций. Если у вас закружилась голова, стало плохо, сбилось дыхание, необходимо поднять руку для вызова спасателей. Но если вы триатлоном занимаетесь, у вас рано или поздно сбивается дыхание. Конечно. Если вы захлебнулись, то поднимайте руку, подавайте сигнал. Если сдавил гидрокостюм и чувствуете состояние душ, тоже нужно остановиться, поднять руку, дать сигнал спасателям. А может, не стоило купаться там, где, в общем, для этого как будто бы и поводов нет? А вот вам, Александр, специально в правилах, если есть сомнения о своих силах на плавании, лучше не выходить на соревнования. А есть ли сомнения в чистоте воды, куда организаторы загоняют спортсменов? Ну, кстати, по нормативам спортивным тоже же разведены замеры, все нормально. В смысле? Позавчера буквально-таки, ну не, поза-поза-поза-половчера мы новость с Павлом читали про то, что Исеть призна экстремально загрязненной рекой. То есть, вообще, даже не суетесь. В Питере пить, висеть и висеть. Да, это что-то... Не знаю, сомнение. Зачем там собрались висеть? Доброе утро. Уже, наверное, более месяца в районе Малышевского моста идет ремонт трамвайных путей. Вопрос, когда уже доделают. Ни техники, ни рабочих. Может, они на какую-то магию надеются? Все само пойдет? А я скажу, что вам скажут власти. Там нужно устояться асфальту. Мы... Там нет никого, потому что требуйте отстой асфальта. Отстой пены, да. То есть, это, получается, асфальт там сам себя... Наноасфальт современный. Он себя сам укладывает там тихонечко. Поэтому не отвлекайте, пожалуйста, асфальт на Малышевском мосту. А что, подожди, Малышевский мост я сегодня там проезжал? Не мешал тебе ничего? Нет. Ну, видимо, все. Сделали. Так, трамвайные пути там. Я пытаюсь вспомнить. Перекладывают. На Малышевском. Что за мост? На Малышевском мосту. Так, рыба есть, пишет Константин. Но это большой секрет где? Ежели скажут, что сразу место затопчут. Закидают бутылками, рыбку отравят и распугают. Затопчут. Топтуны, видишь, какие. Товатуй-то затопчут там сверху. Ну, кстати, там уже, я так понимаю, что, в общем, даже не притулиться нигде толком. Дома-дома-дома по всему, по кругу буквально. Надо знать места. База РЖД, Солнечный берег, Медвежья пать. Там хорошо. Ты там ловишь? Там много людей. Там надо на лодке уезжать. Берешь моторку. А на моторке там разве можно? Ну, сейчас уже, да. Да? Ну, конечно. Нереста уже, все. А, ну, то есть, все нормально. Я думаю, все еще только на веслах. Да нет. Тут, кстати, буквально вчера появилась инициатива депутатов. Они же все не спят, пытаются как-то улучшить состояние жизни граждан. Хотят запретить людям просто так на САПах выплывать. Как это мелкомоторное или что? Как дебаркадр, малое грибное, ножное, ручное. Ручное, ручное. Там же весло все-таки используется. Ну, конечно. Если ты на этом САПе. Раз и в президентскую яхту. Что за хулиганство такое? Если ты вообще жить будешь на САПе. Это же дом полноценный, но у тебя нельзя. Как помнишь, у нас на пруду были эти лаванги ставили там целые. Да-да-да. Домики стояли в ресторанах. И мы еще и продавали их, я помню. Мы заходили, они нам предлагали эти. Купить прямо домик на воде на городском пруду? Ну, там по закону, это же не городской пруд, это общественное место. Это гладь воды. Водный кодекс распространяется. И вроде как можно. Ой, как и плавучее средство. Но постоянно. Но потом что-то администрация сказала, что у нас нельзя. Безде можно, у нас нельзя. Слушай, ну, парни расстроились. Что пошло в этом плане? А, уточняют. Малышевский мост, это мост ЖБИ, который только... Куда уже? Не надо делать, ЖБИ. Потому что, я думаю, это в центре Малышевский мы обычно называем. Паракаменный, который... Да-да-да, маленький. Саториуса. Который сужается до полторы. Было две полосы, потом резко становится полторы с обеих сторон. Узника так узника. И приходится очень сильно жаться. Ну, специально. Угу. По просьбам для начинающих водителей. Автомобилистов. И вот это попросил. Если вы сдаете на права, проедьте Малышевский мост. Это будет испытанием хорошим. Покажет, насколько вы хороши в этом деле. Угу. Ну, окей, хорошо. Так, у нас тут продолжается бесконечная история. Знаешь, есть четыре вещи, на которые можно смотреть бесконечно. Например? Это на то, как течет вода. Угу. Горит огонь. И тушат. Пожар? Не-не-не. Работают другие люди. И четвертое. Это на то, как екатеринбургцы обсуждают вторую ветку метро. А-а-а, ты все-таки... Ну, а как? Интересно. Интересно. Причем за то время, пока вот обсуждали, подорожала ветка в два раза за пять лет. То есть вот в то время, пока тратили деньги на несоставившуюся универсиаду, и тогда она стоила типа 190 миллиардов рублей в то время, сейчас уже сумму оценивают в размере 160 миллиардов. Было 190, стало 160? Не-не, было 80-90. А, 80-90. Стало 160. Ну, инфляция. Это да. А что? А надо было раньше копать начинать, а не вот не сейчас уже. Конечно. А квартиры с 19-го года за пять лет, уж не в два ли раза? В два. В те самые. Ну, кстати, кривой стороны, вот тоже прекрасный вариант развития градостроительства. Вглубь уходить, а не вверх. И по те глубь уходить. Вглубь? Внизу? Престанции метро, чтобы, да, как раз еще и квартирки были. А ты продавать там жилье? Ну. Возле метро? Прямо в метро, буквально. Не возле метра, а в метро. В метро, конечно, удобно. Ну, конечно. Прямо выходишь в тапочках и садишься в поезд. И прохладно. Ну, а с другой стороны, опять-таки, большие плюсы, как будто бы финансирование, как раз-таки, рытья этих самых тоннелей за счет стройки жилых домов подземных. Я не знаю, почему мы там не живем. Я не знаю. Почему? Очень удобно. Многие для себя открыли с 20-го года, начиная бункерный тип жилья. Вот, так что, почему нет? Хорошо. В марте, напомню, 19-го года на план мероприятий к 300-летию Екатеринбурга включали продление на две станции на север и две на юг. Ржак, конечно. Не сбылось. А что? Потому что не сбылось. А я, не знаю, я верю, что там все прорыто, просто ждут удобного часа. А пока там живет дракон Смоуг и хранит свои драгоценности, да, ему просто в аренду сдали. Потому что хоббиты постоянно лезут и воруют что-нибудь. Возможно. Так, конкретика, что у нас? Две станции на север, две на юг. И проектирование также второй линии. Вот такие названия. Металлургическая, на визе. Это вот, видимо, где Новомосковский рынок в том районе. Каменные палатки. Должны заканчиваться в 8 станций. Ну, не получилось. Опять. Ладно. 76 миллиардов. Ну, вот у меня такая рекомендация, надо было в ипотеку брать, метро. И сейчас бы заработали еще на нем, на росте. Еще, конечно, еще и денежку. Вот вам бизнес-план. Слушайте, Романа, он знает в этом толк. Причем в то время ведь глава Екатеринбурга был другой человек, Александр Русакинский. Он заявлял, что стоимость второй ветки, запад-восток, примерно 90 миллиардов. И мы все делаем, чтобы средства привлечь. Причем средства привлекли, но почему-то потратили на что-то другое. На проект, не составившегося спортивного соревнования. Ну, да, наверное, студентам хорошо. Там теперь кампус у них. Но с другой стороны. Тут только студентам хорошо. А так бы было хорошо. Всем хорошо. Екатеринбург. Доброе утро. Ринат пишет. Станции опять москвичи строить будут, которые Калину не могут доделать. Класс. Да, если бы москвичи строили. По-моему, вообще никто строить не собирается. А вчера смотрел какой-то московский телеканал. Там так бодро Собянин ходил и показывал москвичам новый мост, который они им подарили. Так. Я думаю, ой, как здорово. Вот бы наш. Вот бы нам подарили. Что они хоть показали. Ну, что бы, знаешь, с барского плеча бы взяли на московские деньги Екатеринбург мост. Ну, что сравниваешь московские деньги. Ну, а что, подарили бы. Жалко, что Москва-Россия, что ли. Удивительный город. Федерального подчинения на секунду. Город-сад. Ну, и у нас тоже что-то производят, что-то делают. Метро, это, конечно, уже такая городская легенда. И станции, которые там мысленно мы уже это метро прорыли во всех направлениях. Сколько у нас? Три, пять веток. Все. Да сто веток. Весь город. До каждого микрорайона. Сколько вам веток еще прорыть? Давайте сейчас. В фантазиях это сделаем. Конечно. Вот. Ну, пока это в фантазиях. Конкретики нет. Называются разные сроки. Сроков тоже ведь нет. Но зато сумма есть. Вот нам уже озвучили. Вот, пожалуйста, готовьте. Может, скинуться, кстати. Можно же посчитать. Давай по минимуму. 120, если миллиардов. Сколько у нас? Миллион. Ну, два миллиона, наверное. 200 жителей. Так нам, кстати, скинуться-то немного надо. Да. А точно деньги потратить нам нужные. А опять, если что-нибудь амбиции не будет? Погашено этими деньгами. Да 12 тысяч всего с каждого жить. Ну, нормальные деньги. Вполне себе. Ну, это и с младенца тоже. А младенец что, ездить на метро не будет? Будет. Вот. Будет сиську сосать и ехать на метро. Ну, нормально все. Так что удобно. А, нет, я не так почитал. 120 тысяч надо. Вот сейчас уже не по-божески, да? Да, 120. Даже средняя зарплата на Летербурге выше ее в два раза. Вот теперь цените метро, какое оно у нас дорогое. 120 тысяч с каждого жить. С другой стороны. Вот если бы, да кабы. А метро белорусы строить будут? Именно с ними Орлов договаривается. Кстати, они же говорят, у вас тут сложная местность. Они были на инопроме, как раз-таки говорили про грунты сложные. Это вечная история. Ну, да, сложные. Ну, и чего? А что, у белорусов тоже там грунты сложные? Ну, там все время попадаешь на какую-нибудь вкусняшку. И за работу останавливается. Брошь метро и картошки набрал. Ну, ты, конечно, такие прямо грозди картофельные. Не, ну пусть помогут. Если братья белорусы нам... Помогут? Бесплатно помогут. Ну, бесплатно зачем? Давайте за деньги. Ну, давайте за деньги, ладно. К тому же у них опыт есть, насколько я понимаю, проходческое оборудование, эти щиты тоже имеются. Может и получится. Может быть. Чем черт не шутит. Ну, и к транспорту давай все-таки. Да, у нас огромное количество иноземных проблем. Не иноземных, а и наземных. А, наземных, на земле. И наземных проблем. Да, затраты на трамвайные перевозки в Екатеринбурге выросли в 20 раз. Ого. Администрация города планирует заплатить за работу электротранспорта в течение полугода почти 2 миллиарда рублей. Прошлый контракт стоил 200 миллионов. Но заключался на весь год. Ну, вот такая вот странная история. Вот так вот шибко сильно подросли цены. Ну, давай разбираться, собственно. У нас буквально-таки полминутки остается. Да, почему выросли в 20 раз и как-то связано с брутто-контрактами, а связано, я так понимаю, напрямую. У нас грядет колоссальнейшая реформа общественного транспорта. Поэтому мы ждем ваши звонки, ждем ваши сообщения, ваше мнение, в конце концов, как это все на вас, на нас повлияет. Потому что теперь платить будут за километры, и бюджет будет забирать все денежки, которые соберет транспорт. А еще, когда я вам скажу, сколько потратит бюджет своих денег, сопоставимо, и мы с метро это все сравним, вот это будет удивительная реакция. Потому что все-таки электросамокат — это выход. Да. Минус 30 только электросамокат. Окей, ну а что? Сейчас давайте сделаем паузу на рекламу и новости, и потом мы вернемся, расскажем про этот самый брутто-контракт. Отдельная тема. 7 часов 33 минуты. Роман Сухих, Саша Цариков в эфире. Напомню, телефон 3850923. Звонки и сообщения в WhatsApp плюс 7 953 3850923. Да, ну вот еще про метро у нас сообщение есть. Людмила вспоминает, как Чернецкий давал интервью у нас на Иннопроме, сказал, что пока денег нет, надеяться на вторую ветку не надо. При этом надо учитывать, что в центре города нужно копать под землей, а ближе к окраинам выводить на поверхность, что удержавляет стоимость строительства метро. Сейчас более реально открывать еще одну станцию на Уралмаши, возле Вермола. Про Уктус есть сомнения. Ну, это в смысле куда копать. Куда копать. Больше денег в сторону УГМК. Но кто сетап? Возможно, там просыпется золотая кубушка. Ну, там просто реальный, я скажу так, реальный спонсор. Реальный ездит. И хотя бы это, ну, для жителей Вермола, ну, окрестность. Ага. Там это все в плюс. Ну, ладно. Звонок у нас есть? Ну, есть. Ну, так давай. Давайте возьмем. 3850923. Доброе утро. Доброе утро, Андрей. Здрасте. До часу ночи вчера с ягодами занимался. О, с какими? С какими? Со своими? Соседскими. Тут еще малина на подходе. Соседский малиник, что ли, обрабатывали? Или что у вас? Черника? Нет, ну, так все свое. Земляника у вас? Я за Черника вообще, наверное, в этом году не поеду, потому что я уже эти не знаю, куда делать. Потому что, ну, кошмар, короче. В этом году все что-то в раз пошло. Сахар дорогой. Сахар дорогой, бензин дорогой. Метро тоже дорогое. Да что ж такое-то вообще, не расслабиться. Он не расслабит зарплату и не успевает с улучшением цен. Скажем так. Ну, все, спасибо за свидание. Ну, замечательно. Спасибо вам, да. В общем, спасибо. Ягоды в этом году в большом объеме. Сахара не напасешься. Прекрасно. Это тост? Засахарил. Давай к общественному транспорту. Давай, все это добьем про то, что там будет происходить. Почему подорожало вот настолько, настолько пользование электротранспортом для города? Ну, это связано с переходом на брутто-контракты. И посчитали уже, что на обслуживание всех маршрутов потребуется 13 миллиардов. Ого. Ну, что в 10 раз меньше, чем на метро. Но все такие. Ну, если 10 лет подряд. Ну, это на год, да. А на продаже билетов в прошлом году в транспорт мы заработали 7 миллиардов. Таким образом, у нас получается... Вот эта разница как раз. Как минимум. Ну, 5, может быть, там чуть больше заработают. Ну, плюс-минус 5 миллиардов где-то нужно взять. И решили, что области города разделят. Ответственность за это. Эти 5 миллиардов напополам. Мы делили апельсин. И проспонсируют. Ну, вот эта история вечная, наверное, как жизнь, убыточность общественного транспорта. Что с этим... Ну, ни для кого не секрет. Уже давно где-то, кстати, начали это понимать и просто отменили плату за пользование вообще. Тоже вариант. 3,850923. Доброе утро. Доброе утро, Андрей. Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте, Андрей. У нас все ли поняли, когда сделали тариф 5,15 в городе. И он что ночь, что день одинаковый. А на выходе получилось, что финансово, то есть деньги, это увеличение в три раза. То есть если человек десятку отдавал за коттедж, то он уже 30 сейчас отдает. Ну, это такая же петрушка с электроданспортом. Они же никуда не делись. То есть тарифы всех одинаковые. День и ночь отменили. То есть на выходе-то получилось в три раза дороже. Вот и представьте. А сейчас бегать, вот это делать. Я согласен. Правильно будет, конечно, собирать деньги, отдавать туда и контролировать их как-то. Но транспорт все равно, надо понимать, что он убыточный. И надо его делать. У нас просто одни разговоры, 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 разговоры. Знаете, как в 80-м коммунизм обещали. Ну, кто доживет тогда транспорт? А помните времена, когда у нас маршрутки были? Это же частники. Они зарабатывали. Зарабатывали как-то ведь, да. Маршрутки-то, видите, в чем дело? Строители так заузили узи. Улицы. Столько плотно домов. И там, как из муравейника с утра вечером. Вот возьмите в торчем мясо. Мясокомбинат застроили. Другие карты и застроили. А дорога-то шире не стала. И там поток и так большой был на выезд. И горный щит застроили. Те стороны. Там ведь народ прет вообще ужас какой. Туда-обратно. Вот. И все равно мы встаем в какую-то пробку. И там чем это кончится? Не знаю. Там чем футурологи нашего города работают. Мы просто, наверное, рот заткнули и все. Вот я думаю так. Спасибо. Ну, наверное, расширят. Горнощицкий же будет корт расстроить. Наверное, и дорогу там сделают получше. Ну, может быть. Но не факт. Вот. А 5.15 у меня уже в ГСК 5.75 сказали. С июля месяца подняли тарифы на электричество. Ну, инфляция. Ну, как обычно. Июльские подъемы. Поэтому уже... Слушай, ну ладно. Жители коттеджей, готовьтесь. Там уже не 30. Там уже совсем другая сумма. Там уже в зимний месяц это все дело. Придется переходить на что-нибудь другое. На атомное топливо. Маленькие домашние. Ну, может быть, на велосипедную, на медаль. На привод механический. На механический. Дешевле будет нанять человека, который крутит и крутит. Может быть, даже не один. Целая семья будет на вас работать. Нас отменили, правда, уже. В 51-м году. В 51-м году. 19-го века. Отменили все-таки, да? По-моему, да. В семье-то работали. Да, странно просто. А у тебя и работает? Уровень жизни. Как-то не шибко вырос. С тех самых пор. Ну, кому что. А вот для меня айфон это уже искусство. Да. Ну, ладно. Хорошо. Так, что еще? У нас эта история, конечно, удивительная. Мне всегда, знаешь, жутко нравится, что не бросают надежды сохранить все-таки на полотне дорожного транспорта вот эти замечательные фигурки старых трамваев. Все надеются, что, может быть, все-таки удастся модернизировать. Старые трамваи? Татры. А-а-а. Предложили их как-то даже оживить. Вот эти чешские трамвайчики, которые старинные у нас ездят, уже миллионов двести, наверное, лет. Ну, да. Ну, если точно, мы там пятьдесят плюс. Да. Предложили. Подробностей, кстати, нет. Я удивился. Что такое модернизировать трамвай? Ну, поставить кондиционеры? Неплохо. Поменять стены? Поменять стены. В этом вагончике. Что их? Мне, кстати, удивила стоимость нового трамвая. Там больше ста миллионов он стоит. Хороший трамвай? Ну, вот хороший новый трамвай, да, стоит больше сотки. Ну, ладно, не будешь покупать пока? Да пока я воздержусь. Пока на старых поезжу. Ладно, все, все хорошо. Да так и записали. Да на шутки. Роман, покупать новый трамвай отказался. Р-1, если только. Ой, ты скучай по Р-1. А ты же знаешь, почему его не внедрили? Ну, одна из версий, что он был слишком опасен для пешеходов. Да. Слишком острой грань. Хотя, ну, казалось бы, да. Вообще, хоть что, любой формы, едущая со скоростью выше 40 км в час, представляет опасность для тела меньше по весу, чем вот то, что едет. Ну, да. Ну, вот Кибертрак и Р-1 это два монстра, которые... Правда, один в производство вышел. И Кибертрак, кстати, все-таки время-то время забирает свои жертвы. Помнишь, да, эта история была про женщину, которая сдала случайно назад. И не могли от... Ну, в озеро машина заехала, причем не могли просто пробить стекло, оно бронированное, и достать ее оттуда. Он оказался герметичным очень. Понятно. Вот такая вот история. Грустная. Так, звоночек еще есть один. Давай. 3850923. Доброе утро. Алло, Андрей, больной тема за день. Извините. Модернизация, модернизация. Ну, вот знаете, давайте все модернизируем. Вот люди у нас учились вроде в институтах, да, и прочее. А понятия такое, как усталость металла, нету, что ли? Да, даже человек с восьмиклассным образованием знает, что такое усталость металла. Если интересуется хоть чем-то. Да, все верно. Ну, хоть что-то туда запихать, так может... Модернизация-то еще дороже выйдет, чем новый трамвай. Перекрасить? Ну, там колесную пару менять, да там полно всю электрику менять, двигатель ставить. Так это то же самое получается. Ну, вот смысл-то тогда какой? Кашист аппарат. Ну, они иногда ляпнут такое, ну, 50 лет там вы отходили, 50 лет. Что может железо послужить по 50 лет? Ну, у вас крыша даже на доме железная, если она 50 лет вам не отслужит. Она все равно проживеет, и металл просто устанет, и он начнет лопаться. Спасибо. Спасибо, да, спасибо большое. Слушай, я так думаю, с этими, знаешь, идеями про модернизацию скоро начнутся говорить. Ой, а давайте вот ZIL MMZ 585 тоже модернизируем. Хорошая же машина. Ну, вот, может быть, словом модернизации, как такая красная тряпка, может быть... Ну, там у тебя реставрация тоже вам не понравится? Слушай, ну, если надо все менять, стоимость, понятно, что вырастет. Но оно дорого. Ну, вот я знаю, что Волги старые их реставрируют. Ну, это дорого. Просто новое железо ставят. Ну, да, то есть как будто бы это не экономия. Мотор от Поршака, но это дорого получается. И не экономия никак. Ну, вообще не экономия. 3-8-5-0-9-23, еще один звонок. Доброе утро. Доброе утро, Олег. Ну, это старое слово, капоремонт при Советском Союзе было просто сейчас. Чиновники любят, как говорится, удивлять народ новыми вот этими изысканными словечками. А по поводу вот трамваев. У нас же вот спектр трамвай, то есть там... Был. Они делались на старых вот этих силовых тележках. То есть, грубо говоря, шасси использовали татровское. Трамвай это чешки. А, как говорится, корпус изготавливали. То есть, ну, по сути дела-то, мы ничего сами-то не делаем. Хотя вот в России, вроде бы, говорят, 5 заводов по изготовлению трамваев есть. Но я не знаю, как они работают, сколько выдают. Я знаю, что при Советском Союзе было 16 тракторных заводов. И делали там... Исчисление уходило на миллионы тракторов. А сейчас там от силы они делают тысячу, там, 1200 тракторов. Я к чему говорю, что капремонт был невыгоден, даже при Советском Союзе. В свое время делали капремонт автобусов Лиасов, скотоводцев называли. 677 в Каменск-Уральском был такой завод. Может, кто помнит, после этого автобусы такие они бело-голубые, раскраску имели. Помню. Да, сидения были такие ужасные. Там использовали советский дермантин. Мне кажется, там выхлоп в салон шел весь. Да, салон был не герметичен. Его там подваривали, клепали, но он все равно ходил ходуном весь. То есть, представляете, и капремонт во всем мире. Ну, сейчас не делают уже никто, невыгодно. То есть, идет агрегатный полузловой ремонт. То есть, меняют, допустим, двигатели, не делают сейчас капремонт. Его просто меняют на новый. В Америке даже вообще не делают какой-то серьезный кузовной ремонт. То есть, крыло переднее бито там невыгодно делать, потому что ручной труд задействован, он сравнительно дорог. Они отправляют в Грузию, а там в Россию. Эти машины отправляют к нам. К нам третьего мира. Мы сами на них ездим. Да, мы нищая страна. Превращаемся в страну третьего мира. Вот о чем речь-то. Капремонт опять вернулся к нам. Спасибо. Спасибо большое. Грустно? Ну, грустно. Но чехи ведь молодцы, давайте скажем. Ну, что сделать такие мощные трамваи. Вот вы сейчас описали пазики, да, я вспомнил скотовозики. Вот эти по мехколонне, помню, ездили старые, эти вонючие дребезжалки. Ну вот, а эти-то еще ездят. И бодры даже местами. Кстати, в Праге они, по-моему, тоже до сих пор на линии есть. Ну, не уверен, что они, вот, одногодь и наш, возможно, возможно, просто это уже по мотивам сделано. Так, про убыточность общественного транспорта у нас сообщение. Трамвай 8 с Уралмаша переполнен. И даже фотографию вот слушательница прислала. Такие переполненные трамваи постоянно район строится. Если летом, когда нет студентов, и часть людей на самокатах до работы добираются, переполнен трамвай, то что будет зимой? Зимой еще и в пуховиках все пойдут. А помните, как у нас чиновники тут рассказывают, что виноваты екатеринбуржцы сами, что не войти в трамвай. В этих пуховиках своих огромных ездят. А еще студенты с рюкзаками. Ну, конечно, очередная свинская реплика в отношении жителей города. Ну, а что, в шубах надо ездить, пуховики, да и в личном транспорте с водителем. Да, модернизацию старых трамваях предложил Орлов, кстати, вот. Да-да-да. Интервью КП. Благодаря нам все узнали про этот факт. Трамвай будет модернизировано. Мне так приятно думать. Если б не мы. Если б не мы. И 850923. Добрый звонок. Доброе утро еще раз. Андрей, вы знаете, насчет модернизации. Это понятно. И тогда я говорю, что это все правильно. Не надо это делать. Вы сравниваете с старыми машинами, там, Волги, все. Но они же не эксплуатируются. Они стоят. Тихонечко человек выезжает, там, кайфует. Поставил и все. А здесь интенсивно надо. И чем дальше мы живем, тем больше народу, тем больше перевозить надо. И груз и прочее. А вообще, вот, сумму-то все называют. А почему ее не разложить? А с чего она сложилась? А сколько сейчас в Чехии там стоят эти трамваи? А сколько, какие агрегаты стоят? И наши заводы. Раскидайте это по запчастям. Вот, МОЗ, столько-то это, столько-то поставьте только. Если сейчас все делается автоматами и контейнером, все должны комплицующие быть дешевле. Понимаете? И все. А мы, они нам, ну, как бы, ручают сумму. Сто миллионов, сто миллионов. А может, он в десять раз дешевле стоит? Ну, что там, там, так сказать, кабина, весь корпус-то большой, он воздушный. То есть, все агрегаты стоят внизу, да? То есть, эти колеса там и все прочие, прочие механизмы. И в кабине там. Электроника, что, она дорогая, что ли? Ну, тоже, да, меня удивила сумма. Да, чего, чего, чего такие деньги-то? Где там так дорого? Там, золотом, что ли, с усами нам делали? Ну, спасибо, спасибо. Ну, все-таки, давайте так, мы с машиной сравниваем. Вроде кузов, мотор, что там, сто миллионов, сто двадцать даже озвучивается. Но там эта электросистема все-таки сложнее. Слушай, ну, там попроще. Нет, наоборот, деталей-то поменьше в электросистеме, чем в машине с двигателем внутреннего сгорания. Хоть в автобусе, хоть в автомобиле гражданском. В этом как раз-таки одна из прелестей, почему у китайцев так неплохо стали получаться электрокары. Неплохо вообще? Деталей меньше. Деталей меньше. Меньше шансов на ошибку. Ну, конечно, и не пятьсот, а пятьдесят, допустим. Ну, да. Естественно. Кузов в наших трамваях держится, как мне кажется, только на краске, которую за пятьдесят лет нанесли, пишут. И на молитве. Вот так вот. И на малине. Ну, за пятьдесят лет там хорошие слои, естественно. Я думаю, однажды появится археология красок трамвайных. Мы мечтали о метро, спорили сполна. А потом фуникулер. Был для нас мечта. А потом вагон, завод показал трамвай. Некрасивым он какой-то театру оставляй. Некрасивый. Он какой-то театру оставляй. Со стихами сегодня вы не дружите, Роман. Прекрасный, спасибо большое. Очень, очень прямо по всем основным жизненным историям и хитросплетениям общественного транспорта прошлись свои поэзии. Спасибо вам большое. Слушайте, удивляются еще сообщения. Сто миллионов за трамвай. Надо же зарабатывать начальнику. Домики в Испании покупать. Ну да, к тому же в стране выигрыша в чемпионат. Какой чемпионат? Ну, вчера была ночью, ну, получается, в полночь по нашему времени была игра. Англия играла с Испанией. Так. Ну. Я не слежу просто. Ну, там нас нет. Испанцы выиграли. Ну, хорошо. Испанцы, в смысле, одно были. Они выиграли вообще весь чемпионат? Да, все. Финал был вчера, да. Испания? Испания, чемпионы. Вива. Вива ля Испания. Ну, хорошо. Хорошо. Немножко Франция, конечно, пахнула. Ну, да ладно, как скажешь. Пусть будет так. Я не сориентировался, видишь. Не такой быстрый. А Киркуров быстро сориентировался. Хорошо. Ну, это все с годами приходит. Ты просто юн еще. Модернизм с трамваями понятно. Но, помимо того, что кондиционеры будут, хорошие сиденья, приятный внешний вид. Это Алексей Орлов, между прочим. Быстро сказка сказывается, да долго дело делается. Да. Также планируют закупить 80 вагонов и 50 трамвейцев. Столыпинских. Один трамвай Столыпинский. В Беларуси, потому что они их выкидывают. Один трамвай стоит от 130 до 170 млн. Миллионов. Да. Не дешевое удовольствие подчеркнул. Деньги-то на это есть хотя бы? Ну, конечно. Конечно. Ну, тогда закупаем. И скинем себе. Так, кстати, еще про радостные события. Все-таки 1 сентября. Сторонникам Гортранс поднимут зарплату на 30%. По крайней мере, такое заявление появилось. Ну, это, кстати, очень хорошая индексация. 30%. Там очень долго не было ее. Это говорит о том, что, да, долго не индексировано. И напомню просто, что одна из проблем, кроме того, что у нас с подвижным составом беда, который очень-очень старенький у нас, у нас еще и не хватает тех, кто на транспорте на этом самом... Некому ездить. Ездят. То есть, даже если трамвая мы закупим, у нас 80 штук, кого мы посадим за пульт управления? Просто физически, да, некого садить. Поэтому, возможно, это вот... Не садить, садить ехать. Садить есть кого за управление трамваем, некого. Поэтому большой вопрос, будет ли возможность такая, как раз-таки, вот все эти машины, которые вдруг, неожиданно, пусть будет чудо. Просто напомню, однажды, к юбилею нашего города 300-летия, должны были одномоментно привезти много белорусских автобусов. Ну, там что-то их везли очень долго. Их везли, знаете, как в день по чайной ложке. А они массированы, как и обещали изначально. Так что, может быть, проблема решится. А нам же генерала тут привезли. Генерала привезли. А ты знаешь, что генерал-то переделанный адмирал? А адмирал это кто? Матрос какой-то? Юнга. Выраженный Юнга. Ну, я слышал, да, такое. Ну, в общем, это все та же модель, немножко обгрыженная. Не знаю, чего они так схватились за воинские звания и военно-морские. Ну, во-первых, патриотично. Во-вторых, извините, 90 человек влазит. А так. В одного генерала? В одного генерала, да, 90 человек. Ага, хорошо, ну, порадуемся. Он какой, двусоставный? Почему нет, односоставный. Он же на инопроме работал. И сейчас... Возил людей? Да. Куда он, до инопром-то явно не доезжал? Или его докатывали? Почему? Он ездил своим ходом. У него... Потому что там трамвайных путей нет же. Александр. Генерал это электроавтобус. Автобус. А, электробус. Он, то есть, отцеплялся и ехал? Он отцепляется и дальность хода. У него 100 километров в день может проехать. Туда-сюда? Конечно. Ну, куда угодно. Может, в одну сторону. То есть, его оставляет город. Один генерал остается. Ну, и достаточно? Ну, не то, что достаточно. Хотя бы, давайте скажем спасибо. Мне кажется... Его просто на обкатку отдали. Его просто не отдали. Наш мэр просто не отдал. И депутаты. Его должны были отдать. Они вцепились. То есть, приезжают люди, которые его поставили. Слушай, нам бы вот... А ключиков тонет. Можно вернуть. А вот, извините, пусть он на нас ходит. Окей, хорошо. 3-8-5-0-9-2-3. Успеваем. Немножко остается до перерыва. Олег, ну, генерал, адмирал. Это из сказки. Чудовище родило урода. То есть, вот такие показательные образцы. Немножко дурачат народ. Все понимают. А вот пару слов хотелось бы сказать по поводу вот еще качества вот этих дорожных покрытий, допустим, рельсовых путей. Вот я еду в городе по улице параллельно с трамваем. И такой у меня стоит грохот в ушах. Я смотрю вот на близлежащие дома, которые расположены окнами на дорогу. Как живут жители? Ну, это вот шум. Это неблагоприятный фактор жизненный. То есть, они не живут, они уменьшают срок своей жизни. Вот этот шум, исходящий вот из этих же трамваев с кривыми рельсами. Вот кто присмотрит, рельсы-то все изношены. Они проложены, да, криво, косо. То есть, их тоже надо, по сути, менять все это хозяйство. Бесшумные, вот эти бестыковые, так называемые, рельсы, они должны, ну, трамвай их бесшумно, по сути дела, как скользить, на воздушной подушке ходить. А у нас такой грохот стоит, неимоверный. И жалко жителей вот городских, что они это слушают постоянно, дышат этими газами. Ну, жалко людей просто. Ну, жалко, да. Ну, а трамвай газов-то как раз нет. Ну, шум зато есть. Звукоизоляция. Окна покрепче, да? Двойные окна, звукоизоляция стен. Тройные, чего уж так да. И наушники, и беруши. Вот тогда все будет хорошо. Слушай, ну да, есть проблемы. И, кстати, кажется, что рельсы вечные, но это не так. И у рельс есть усталость металла. Конечно. Да вы что? Может, весь металл мы отправим... И у шпал есть. На отдых. И у рельс. Ну, надо отдохнуть. На заслуженный. Ну, может быть, торопишься слишком. Или на временной, просто на all inclusive. Ну, очевидно, что, да, изнашивание тоже происходит. Кстати, вот про метро еще, Константин, вспоминает, что при Чернецком почему-то продали на сторону будущую станцию Бажовскую. Он ее пустил. Нет, нет, там не так было. Там просто сверху вдруг неожиданно решили построить какой-то странный домик. Кто-то подсуетился. Подсуетился. Пока ковыряли в носу и думали, когда станцию открывать, вот что-то взяли, построили там. При том, что здание стоит сейчас заброшенное, разрисованное. Я не понимаю, при таком административном ресурсе, а у администрации он есть, ну как могли прошляпить, и как могли потом не забрать эту территорию? Очень хорош вам. Я вообще не понимаю. Для меня это просто нонсенс. Ну, то есть как-то вот с изъятием земель других получается все? Когда надо у филармонии убрать дом крепкий, красивый, пожалуйста. Которому еще лет сто стоять. Три секунды. Ну да, всем дизжиг далее. А все жители, а тут просто какой-то непонятный ангар. А когда надо было снести усадьбу на декабристов, взяли и... Моргнуть просто не успели. Моргнуть не успели, сняли с нее все как раз-таки ограничения. А что, была усадьба? Не видели. Слушай, я там посмотрел, по-моему, посмотрю, Беленкова, Беленкова она называется. Сейчас там висит картин, какой дом здесь появится. Ну, слушай, такое ощущение, что не было всех этих годов архитектурных размышлений, а как будто бы снова жив Лужков. И он такой, ребята, я смотрите, я вам что принесу. Это вот Лужковская архитектура прям во всей некрасе. Ну, взяли те залежи оставшиеся, видимо. Дешевле уже. Ну, страшненькое такое. Страшно. Не понравилось тебе? Слушай, ну, правда плохо. Ну, то есть... А что, Петра Первого поставили? Если бы... Помнишь, что Петра Первого Первого, это переделанный Колумб. Да, ну, конечно. У нас все же из экономии. Из экономии. Тут подтянули с чертежей. Нам даже не так. Американцы не взяли от цараты льду. Ну, куда-то деть-то надо. Не только машины наношиваем, но и памятник. Ну, и памятник. За Америкой. И поставили вместо одной... Ну, и хорошая новость у нас буквально уже завершает. Остается мэрия поменяет стоимость проезда в Екатеринбурге. Но, вот я сейчас знаю, поежесть поменяет. Как опять повышение? Нет. В сторону понижения. Это что? Конечно. Будет вот единый тариф 33 рубля. Он будет действовать 30 минут. Его расширят. И можно будет автобус, трамвай, троллейбус за 33 рубля в течение там получаса как-то умудриться. Поменять транспорт. Только не доедешь. Молодцы. Все посчитали. Класс. Экономия получается. Итак, друзья, сейчас перейдем на рекламу и новости совсем скоро вновь в эфире. Недалеко не уходите. Отдельная тема. Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио Комсомольская правда. Я слушаю Комсомольскую правду и тебе рекомендую.